всем привет друзья мои снова здесь вы на моем канале меня зовут лада мой канал о парфюмерии не только косметики уходовая декоративная всякое разное короче про красоту я сегодня с утра прекрасно утром рано встала пошла купила цветы просто минутка рекламы посмотри какое сделала букет я сама делаю букеты покупаю цветы разные зеленушку это же просто вечность я называю это вечность мне кажется вечность это что-то очень красивая и безграничная вот такой вот у меня сегодня букет в общем пообещала ребенку пообещала ребенку я зоопарк вот пока я съеденную почту все мы пообедали в общем я увидите да я погладил рубашку на красности мы собрались хорошо что я на выходе просто зауглила время работа киевского зоопарка представляете блин ну я в зоопарке у меня трое детей катерина младшая зоопарк летом это москве мы там по два по три раза бываем точно короче он всегда работал до 6 сейчас он работает оказывается до 4 ну слава богу что мы увидели я думаю если мы приехали он был закрыт это еще больше разочарование было ну в общем немножечко на стрелкать их понятно сопли слезы и все дела ну как-то мы это пережили я пообещала завтра сходить за парк но не пропадать же вот вот это вот все вот красота вот такая у меня не было какой-то четкой четкой линии повествования я имею ввиду что ну те видео которые я планирую я как бы подготовилась к ним изучать какие-то ноты или какой-то бренд как как как-то готовлюсь короче к этому сегодня мне такой подготовки не было поэтому я решила не углубляться в пирамиды ароматов а просто рассказать на мое восприятие лактонности короче вот лактонность молочность сливочность это еще называют да то есть ароматы с разными нотами например и цветочными и гурманскими и сладкими какими-то такими и не ну сладко знать есть такая сладость но не гурманская в общем типа ванильная такая не сладкая сладость не знаю попоймете в меня или нет в общем это лактонность я ее четко чувствую в разных духах разных брендов с разными пирамидами с разными ингредиентами она вот есть или нет то есть не факт что например что там сливки если составе и сливки то аромат будет раме галак тонны или же не факт если составе есть ваниль и например кокос тоже может давать эту лактонность тоже я уже для себя поняла что это не работает то есть если ты считаешь пирамиду там есть кокос там есть ваниль это не факт что оно будет вот такое сливочное звучание поэтому только через какой-то опыт через тестирование ароматов через мое видео он как минимум да вот вы послушаете вы будете знать в общем я нас собирала вот сегодня буренько по всем своим полочкам не кстати парфюмы реально девочки мальчики если вы видели я думаю вы подумали что тетя не знаю чтобы вы подумали в общем они у меня там чуть-чуть танки рита две ключевые там у меня полки в скафу там где мне не попадает солнышко вот они мне там живут у них там постоянно местожительство прописочка те которые на данный сезон времени года и под настроение конкретно я пользуюсь например они стоят в коридоре там на двух полочках кое-какие ароматы стоят у еще у старшей дочери в комнате не стоят то что не живет с нами но тем не менее какие-то вещи остались в общем они у меня разбросаны по квартире поэтому я прошлась по всем этим закоулкам и собрала на мой взгляд самые яркие представители представители собрала представители лактомности но в общем мне кажется что это видео будет интересным я не буду про каждый аромат его историю но может быть они на некоторых я остановлюсь которые и да конечно некоторые из них не нравится больше некоторые из них я просто храню как произведение искусства но не пользуюсь почему-то по-разному разное у меня взаимоотношения с ними короче давайте начинать потому что ароматов много я даже 3 4 5 6 7 ну где-то до 20 ароматов поэтому это вот посчитала когда каждый хотя бы две минуты это уже будет 20 минут в общем времени мало я вообще не люблю спешить ребята я уже поняла свою свою тему я спешу не успеваю потом прекрасно я режу видео и делаю просто две серии может быть даже и три получится короче я думаю что это тоже не беда ну в общем спешки все что делается спешки некачественно зачем она нам надо спокойно посидим попьем вот я подготовилась между прочим взяла сделала себе молочный улун это тоже такой зеленый чай с молочным по таким ароматиком таким я его обожаю он не горячий вообще носки и жара плюс 35 поэтому зеленый чай не холодненький уже остыл под такой молочный сливочно-молочный вайб чаюха начинаем и мы начнем так начнем мы с наверно самых понятных лактонности это ванильные лактонности которые у меня в следующих ароматах вы наверно будете удивлены этой категории давайте начнем с вот этого аромата the different company девочки это такой не дешевый скажем бренд он британский the different company как это можно перевести другая компания разные компании разная компания вот это pure if как это детственная его на самом деле а этот именно этот аромат назывался джин джин и то есть детственная его потом как-то теперь пересмотрели это название назвали просто чистая чистейшая его на по сути смысла не поменялся вот такой вот ароматик вот он для меня лактонный лактонные несмотря на то что в нем вообще сливок тут не заявлено но вот на программе тикес подсматриваю то есть первое что он написано это сладкий миндальный может быть миндаль кстати давали ту лактонность в общем тут альдегиды мимоза леон роза и все это чуть-чуть мускуса конечно тут сухофрукты и засахарный миндаль поэтому я думаю что вот это лактона здесь благодаря этому засахаренному миндалью миндалю и сладкие ноты какие тут сладкие ноты хунаус да они вот автор не пишет но мне он лактонный но девочки смотрите мальчики пардонте девочки мальчики я на него когда я его купила я на него напала видно да не видно ни черта не видно в общем поверьте мне на слово что это за different company tour if я на него напала я им обливалась с ним трудно переборщить он очень мягкий и сидит близко к коже мне не сильно горячая кожа я бы сказала ближе к холодной поэтому ну а если я даже и переборщу поверьте мне это я делаю умышленно да значит не подходить на что меня такое настроение чтоб меня трогать нельзя ну то есть если я переборщила с ароматом это делаю намеренно в общем этого кто нас не здесь очень нравится вот пожалуйста вам тут факт до пол плафона почти выпила за пару недель потом это кассе ну-ка лада давай-ка на первую передачу переходи потому что просто выпьешь весь аромат за один месяц в общем я его люблю обожаю для меня это больше лето может быть ранняя осень зимой тоже его можно носить кстати вот это пер и в чистая его не знаю мне он больше женственный такой больше мамский приятный нежный ну а кто нас она вообще все про нежность сливочность это же все очень нежно звучит поэтому вот я рекомендую очень девчонкам этот аромат классный но мне не очень такой демократичный демократический цене вот на него мне еще похоже следующий давайте рассмотрим аромат уже поняли да это зелинский эндрозен очень похож мост называется мох ну некрасиво некрасиво быть некрасивой нельзя называть так как-то однобокой я сказал утрированно аромат и вот тем куда маркетологи смотрели зелинского эндрозен это вообще один из моих любимых брендов я практически каждое видео не говорю наверно вам уже надоело с этими историями про розена товарищ который до сих пор работают в этом доме составляет эти все ароматы я не знаю кто у вас там делает маркетинг мост ну короче мог но вот в нем тоже есть какая-то ваниль какая-то лактонность немного цветочности совсем чуть 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 и вот эта сладость в общем он для меня тоже лактоны но здесь еще и какие-то перцы присутствуют сладкие поэтому он немножечко такой нелегкий то есть если пор это легчайший легчайший аромат с ванилькой какой-то такой виртуальной то есть там не заявлено ваниль тут кстати тоже ваниль не заявлено но мне кажется на тут тоже в базе есть и тут конечно же и мог то есть какой-то синтетический скорее всего и амброчка присутствует но для меня тут тоже вот это лактонность которая похожа с за different company вот эти два ароматика чем-то не схожи и они оба лактоны следующая лактонность следующая лактонность у меня мускусная вы не поверите конечно же кто нас царь мускусов женственных ну конечно же это мой любименький родригес нарциссик нарциссик родригес и это будет первое вообще-то первый аромат от нарцисса родригеса который я купила конечно же все знают его пудре пудре я купила чуть позже я перенюхала все ну бракарды там каких-то других магазинов и это первый аромат который мне понравился и мне захотелось его купить от нарцисса родригес для нее почему потому что он не необычен других таких нету мускус ну вы знаете его мускус их спутать ничем нельзя он шлифит он остается в аудитории вот вы пришли если вы в этом аромате ходите часто да например и вы пришли в аудиторию ушли из нее кто-то зайдет и скажет опа а здесь был то-то тут а была лада валентиновна потому что лада валентина наносит нарцисса родригеса его спутать ничем невозможно и после вас остается вот этот вот женственный такой мускусный шлейф вот он тоже для меня лактонный вы не поверите несмотря на то что он свежий я вот сейчас вот хочу найти все таки давайте найдем нарцисса родригеса на фрагрантике мускус ну понятно цветочный пудровый вот цветочный пудровый это все о нем вообще знаете что такое мускус мускус не очень такая приятная история вообще мускус добывали это еще в начале двадцатых 20 века до был добывали из яичек то есть из каких-то желез каких-то оленей потом конечно это все было очень дорого килограмм мускуса этого стоил дороже в три раза чем драгоценные металлы я читал конечно же это очень негуманно вот потом начали делать какие-то искусственные мускусы из растений но сейчас парфюмерия используют искусственно синтетические мускусы но тем не менее они разные то есть они синтетические и изучат в ароматах разному и кстати вот что я запомнила что первые синтетический мускус был использован шанели номер пять возьмите на заметку кстати тот тоже мускус был запрещен с этим мускусами отдельная история целая санта-барбара был запрещен потому что оказалось что он негативно влияет на организм человека и поэтому и даже тот первый искусственный мускус запретили использовать в производстве парфюмерии и потом уже боже мой я не помню в каком уже восьмидесятых годах тысяча девятьсот восемьдесят восьмом если не ошибаюсь придумали уже такой безопасный синтетический мускус который используется сейчас парфюмерии а я не могу мне хочется его не увидите его открывать открывать мне хочется его нюхать и нюхать в общем он мне лактоны фахер но он свежий давайте все таки верхние ноты мускус понятно средний цветочный кашмиран вот кашмиран наверно дает эту лактонность но это еще не все из конечно же здесь и пудре то есть у меня пудре тоже есть а что это я что-то я не ставлю своих дружочков чтобы все на них смотрели и радовались и запоминали и приобретали в общем я буду ставить здесь и ароматы которых я рассказала чтобы вы о них немножечко подумали подумали в общем пудре нарцисса родригеса классика жанра он более сладкий и он более лактонный он более такой женственно пудровый но чтоб там не говорили у схожесть есть все эти родригесы они похожи в некоторой степени между собой поэтому я не вижу смысла там накупать всех свою коллекцию может быть когда-то но не сейчас и и не я потому что это слишком уже не похоже в общем мускусные белые цветы древесный фужерный здесь больше здесь другой автор кстати уже мужчина если фухер делала женщинам как я там боже мой соня какая-то соня соня констант соня констант то это делал уже мужчина так аурелин не могу запомнить это имя аурелин гвичард 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 вот он более женственный пудровый и лактонный он точно также лактонит 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 вот мой словарь пришло новое слово лактонит а что это лактонит это нарцисса родригеса в общем тут жасмин роза уже здесь цветок апельсина мускус конечно же но тут есть ветивер кедр пачули и кумари несмотря на то что есть здесь кедр который должен давать свежесть он не не свежее он звучит менее свежим более цветочном более пудровым чем фахер ну вот какая-то такая метаморфоза произошла в общем он очень пудровый менее вот мне несмотря ни на что он менее шлейфовый он вообще близко кожи сидит если вы чуть-чуть нанесете то возможно даже это не будет воспринято как парфюм то есть такое впечатление настолько сам аромат женщины миксуется с этой пудрой и кажется что просто вы накрасились помыли голову привели себя в порядок намазались каким-то body lotion и вот вы просто сами по себе так пахнет и вот когда его ношу мне нету ощущения что на мне какой-то ну внешний запах то есть он пахнет женщины очень лактонный но лактонность не ванильная и не кокосовая вот такая вот пудровая мускусная очень рекомендую ну флаконы у них все красивые лаконичные прекрасный бренд прекрасные ароматы тоже но не демократическая цена они у нас в украине довольно таки дорогие